Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по сложным, трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Что значит хула на Духа Святаго? И мы будем отталкиваться от двух текстов. Это Евангелие от Матфея 12.32. Мы прочитаем в контексте 31.32. И текст Послания к Римлянам 5.5. Итак, сначала я читаю Евангелие от Матфея. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком, если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на Христа. Простится ему, если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Что такое хула на Духа Святаго? Конечно, мы можем найти у древних экзегетов разные объяснения. Но чтобы нам лучше понять, что это такое, мы прочитаем апостола Павла. Послание к Римлянам 5.5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Оказывается, что любовь Божия – это дар Святаго Духа. И вот что об этом даре пишет святитель Иоанн Златоуст. Павел не сказал «дано», но и злилась в сердца наши. Любовь, указывая на изобилие, Бог даровал нам величайшее благо, даровал ни небо, ни землю, ни море. Но то, что драгоценнее всего этого, Он соделал людей ангелами, сынами Божьими, братьями Христа. Какое же это благо – Дух Святой! «Если бы Богу не угодно было наградить нас великими венцами после трудов, то Он не дал бы столь великих благ прежде трудов». Что Он имеет в виду, когда говорит, что любовь Божия мы получаем прежде трудов? Когда мы крестимся, нас мира помазуют, и любовь Божия, она исполняет наши сердца прежде любых трудов и заслуг с нашей стороны. Златоуст продолжает. «Ныне же сила любви Его открывается из того, что Он незамедленно и немало-помалу даровал нам почести, но вдруг излил весь источник благ, и притом прежде совершения подвигов. Потому, хотя ты и не очень достоин, не отчаивайся, ибо имеешь своим великим защитником любовь судьи». «По этой причине и апостол, говоря, надежда не постыжает, все возложил не на наши заслуги, но на любовь Божию». Конец цитаты. Это та самая любовь, любовь Духа Святаго, которая по блаженному Августину есть любовь обоих, и Отца, и Сына, в их единстве, в Духе Святом, как и Дух Святой пребывает в единстве с каждой из двух ипостасей, составляет третью ипостась. Древнехристианский экзегет Икумений писал «Павел хорошо сказал, что любовь Божия, которая является даром Святаго Духа, излилась, то есть, что она была щедро дарована в сердца наши». Если мы разобрались с вами, что такое любовь Божия, это действие Святаго Духа, то мы начинаем понимать, почему хула на Духа Святаго не простится ни в всем веке, ни в будущем. Ведь непрощенный грех – это нераскаянный грех. А в каком случае человек отказывается исповедовать свои грехи, когда он теряет веру в божественное милосердие, в любовь Божию, которая изливается на нас обильно действием Духа Святаго. И так как он теряет веру в божественную любовь, в божественное милосердие, он отказывает во всем этом и себе, и не идет на исповедь. А если он не идет на исповедь, то грехи его остаются на нем. Здесь очевидная существует взаимосвязь. Эта ситуация очень напоминает раскаяние Иуды. Если о раскаянии апостола Петра сказано «раскаялся и заплакал», это были слова, это были, точнее, слезы, покаяние перед Богом, то о Иуде сказано «раскаялся, пошел и удавился». То есть его раскаяние было перед самим собой, и он потерял веру в божественную любовь и милость. А это уже есть хулан на Бога. Ибо сущностная природа Бога – это любовь. Как и сказано, Бог есть любовь. Итак, друзья, мы сегодня рассмотрели еще один из вопросов. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!